Слава Украине! Привет от Полонского! Ребята, в двух словах расскажу вам о ситуации на сегодняшний вечер и что это все значит. Значит, смотрите, на сегодняшний день наблюдается фирменное и форменное бегство, или как это называют русские, отрицательное наступление в северной части Украины, то есть имеется в виду Киевская область, Север Киевской области, а также Черниговская область, откуда оккупанты драпают довольно-таки быстро в сторону Беларуси, а из Черниговской области еще и на Россию. В чем дело? Они подобрели, у них появилась совесть, и они решили вернуться домой? Конечно, нет. Понятное дело, что верить им это себя не уважать. Все довольно просто, они хотят вот эти вот раздолбанные, раскоцанные части переформатировать, залить в них то ли самогон, то ли аргентинский кокс и отправить, чтобы, ну, для бодрости духа, и отправить их воевать, скорее всего, на Донбасс. И вот при помощи вот такой вот нехитрой рокировки они решили захватить южную часть Украины. Ну, вот как-то так это у них в голове укладывается. Но это абсолютно очевидно, это читается, это абсолютно читаемо и абсолютно... Честно говоря, я не очень понимаю, как они именно рассчитывают это все сделать. Если тем же самым частям накоцали по самое некуда здесь в Киеве, откуда у вас уверенность, что они что-то смогут там предпринять в районе Мариуполя, Попасной или, я не знаю, или Рубежного, или Изюма, где у вас такая уверенность, что они хоть что-нибудь смогут сделать там, если им здесь уже понавтыкали по самое некуда. Но у Путина, вы знаете, говорить о том, что у Путина есть какая-то логика, или что человек думает рационально, не приходится. Человек абсолютный шизофреник, шизоид. И, судя по всему, в его голове такой кавардак и сумятица, что как-то ждать от него адекватных действий уже, по всей видимости, не приходится. Поэтому надо с этим жить. Мы имеем дело с ненормальным. Ну и надо его успокаивать, как любого буйного пациента. Сами понимаете, как. Вот, собственно, и все. И вся песня. Абсолютно понятно, что наши это все знают. Куда они хотят? Что они хотят? Будут предприняты необходимые меры с тем, чтобы фашисты, ну, как минимум, не прошли дальше тех позиций, на которых они есть сегодня. А на самом деле, чтобы их постигла та же судьба, которая их постигла в Киевской и Черниговской областях. Слава Украине!